Вот здесь получается я вчера все мыла, то есть полностью была вымыта ванна. Буквально за один вечер она стала ржавая. Вода идет обычно после 8 часов ржавая. Ждать горяченькую жителям дома на Пионерской 64 пришлось дольше обещанного. Из-за порывов на сетях коммунальное благо после гидравлических испытаний вернули на неделю позже. Но это не самое страшное, рассказывает студентка Анна Чикрыжова. На вид немного мутная вода оставляет везде темно-желтые следы. Отмыть и отстирать их можно, только приложив титанические усилия. Приходится замачивать полностью всю ванну, ждать несколько часов и только потом уже получается прилагать физическую силу, просто чтобы это оттереть. Если ты стираешь белые вещи, даже машинка не обрабатывает воду. То есть она все равно получается ржавая и налет остается и на вещах. Ну и, конечно, посуда – это тоже очень сложно. О подобной ситуации, с которой горожане столкнулись после гидравлических испытаний, во время прямого эфира мэру пожаловался десяток благовещенцев. В прошлом году этого не было, так же Амур поднимался. Почему в этом году у значительного количества людей вода более мутная? Одна из причин, объяснили коммунальщики – сезонное повышение уровня Амура. На водозабор поступает мутная вода с песком и примесями. Но ВКС утверждают – доводят ее до нормы. Каждый час мы отбираем на хлор, который у нас обеззараживает воду. Каждые три часа мы отбираем все сооружения на цветность и мутность. Также по всем сооружениям смотрим остаточный хлор. На данный момент мы в Амуре имеем цветность 170, на выходе мы имеем цветность 8,6 при допустимом параметре 20. Ржавая идет, в основном вода горячая. На цвет воды и присутствие в ней ржавчины влияют и гидравлические испытания. Под давлением, которое дают, чтобы выявить слабые места, вся грязь, которая есть на трубах, попадает в систему. Какие были отложения на трубе, они все у тебя поднялись и пошли по системе. По системе они начались, грубо говоря, от точек от котельных и понеслись до тепловых узлов домов. Вода должна посветлеть после того, как управляйки закончат промывку внутридомовых систем. Эти работы обычно занимают две недели после окончания гидравлических испытаний. На сегодняшний день все управляющие компании берут отборы проб и предоставляют в Роспотребнадзор. Это их не обязанность. И уже выдается Роспотребнадзор, выдает заключение о соответственности. Мэр поставил задачу управляющим компаниям завершить все работы до конца недели и отдельно отработать поступившие жалобы. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».